А сейчас я пришла к дерматологу. Представляете, утром сегодня бежала, торопилась как ненормальная, просто боялась опоздать. Почему-то я решила, что у меня встреча на 9 утра. Прихожу сюда, вся такая волосы дыбом, ветер. Вообще кошмар. Не собраны. А мне девочки говорят, а что вы торопились? У вас встреча не на 9 утра с доктором, а на 10. Представляете, у меня так часто бывает. Вообще просто. Ничего не помню, ничего не знаю. Вот теперь сижу, целый час буду ждать. Решила с вами поболтать, показать, где я нахожусь. Вот такой вот офис. Я пришла на годовую проверку. Я всегда прихожу. Обычно я прихожу осенью, но в этом году что-то я спала долго очень. А я прихожу проверять свои родинки. Так, я уже в офисе жду. Сейчас доктор придет. Какой-то новенький дядечка. Буду сейчас разговаривать. Будут меня смотреть на мои родинки. Просто просилактика. Каждый год надо проходить и проверяться. Ну что, сходила я к герматологу. Вы не поверите. Он у меня, видите, прыщик скачал. Значит, мне поставили диагноз, что это у меня от масок. Выписали мне лекарство. Я вам потом покажу еще фотографию, что они мне выписали. Это просто вообще три каких-то средства. Кремчик, гелик, еще что-то. Вы не поверите. Если все сложить по общей цене, это будет 500 долларов. Вы представляете, нет? Так как моя подружка говорит, я лучше зайца в чистом поле загоняюсь за такие деньги и буду ходить в прыщах. Вот такая вот у нас медицина в Америке. Поняли, да? Тут просто легче зубы на полку положить, потому что скоро это будет вообще ужас, ужасно. А сейчас я пришла в магазин, смотрю вот всякие кухонные утвари, различные штучки. Не знаю, что-то хочется. А что, не знаю. Я даже не знаю, почему я вообще это смотрю, потому что сейчас весна, лето идет. Мне готовить вообще не хочется. Не знаю. В общем, хожу, смотрю. Не знаю, чего хочу. У вас такое бывает? Я всегда хотела купить кофемолку. Вот такой вот, чтобы молоть кофе. Но вы знаете, пока я хотела, я перестала пить кофе. Да, это последняя новость из моей жизни. Я перестала пить кофе абсолютно натурально. Не знаю, вот просто мне перехотелось. Но, наверное, такой, знаете, фактор первоначальный был, что мне было лень его готовить однажды утром. Мне было легче заварить чай. И я стала заваривать все чаи различные, разнообразные. И я что-то так втянулась в эту систему. Вот у меня, например, Кюрик стоит. И теперь он бедный, одинокий стоит, потому что я кофе не пью. Не знаю, перешла исключительно на чай. А вы что любите? Вы пьете чай и кофе? Я помню, я могла выпить кофе и пойти спать спокойно. Поэтому смысл какой? Вот что я хотела. О май гад! Это чайник со светом. А вот я сейчас его и куплю. А вот я сейчас его и куплю. А он что, один? Это пустая коробка, а это вот он на дисплее стоит. Вот что я хотела. Мне так хотелось чайник со светом. Все. Ребята, ходила-ходила и нашла всего 20 долларов. Как вам? Все. А, вот они. Боже, что же я слепая? Но это я с утра. А-ля Барденс плохо вижу. Все. Моя мечта сбылась. Чайник со светом. М-м-м. Это покупочка дня. Какая интересная машина и как они перевозят елку. Такого я еще не видела. Она здоровая, такая большая. Будут ее пересаживать где-то. Класс. Хе-хе-хей. Всем-всем привет, мальчики и девочки. Сегодня я покажу вам интересное место, куда я приехала со своими подружками. Это у нас пещеры местного разлива, где находятся разные сталактиты, сталагниты. Помните такое? Я здесь живу уже очень давно, но ни разу не была вот в этом месте. Ну, конечно, дядечке надо стучать. Именно тогда, когда я стала делать видео. Эта пещера была открыта в 18 веке. Представляете, да? Я надеюсь, что на мою голову ничего не упадет, когда мы туда пойдем. Так, вон наша компания стоит за моими плечами. Но никто сниматься не хочет. Никто сниматься не хочет. Ну, пойдемте посмотрим, что там такое, что там есть интересного. Билетики, билетики. Упс. Перед самым началом мы пришли в кинозал. Сейчас нам будут показывать кино, как себя вести. А потом поведут нас в пещеру. Так, и вот мы спускаемся. Смотрите, это начало. А то ли еще будет. Этот тур будет целый час. Надеюсь, что я вернусь. Смотрите, мама миа. Вот это да, красиво. Но холодно и мокро. Я одела три куртки на себя. Такая вот красота. Такая вот. Такая вот. Такая вот. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 заняться а я про них и совсем забыла красота да ребята как вам такой кусочек аметиста за 1070 долларов это аметист представляете какая красота создал же бог такую вообще прелесть знаете какой цвет камень играет супер не опуская глаз сон через летние праздники и плачет дождь седой разные 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 все таки мы с тобой кача катерина мага рассвет без тебя в жизни сказки нет кача катерина кача катерина ягода малина кача катерина дружится 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 листья над головой с кем тебе милая дружица с кем ходишь ты домой ты ну так и ты за прошлое я тебе приду ты расскажи мне хорошая я их люблю и жду кача катерина мага рассвет здесь тебя в жизни сказки нет и кача катерина но кача катерина дружится милая л